построен феодализм. Вот я всегда спрашивал всех, ну скажите, а какая у нас форма собственности в сельском хозяйстве? Фермеры? Говорят, нет, не фермеры, они не прижились, но никто не говорит об этом. А я говорю, а кто? Колхозники? Говорят, нет, колхозы распустили. А кто? Неизвестно. Я говорю, ну у нас вот кто-то выращивает жертвы? Да, какие-то люди. А какая форма собственности? И только ни один экономист, я стал журналы смотреть, нигде не понятно, а как, что у нас происходит? Потом, вот помните свадьба прокурора в Корознаде, и вдруг там в связи с этой замечательной свадьбой выясняется, оказывается у нас феодализм, оказывается у нас на Кубани какие-то странные люди скупили по пять, по десять тысяч га чернозема, и там у них работают наемные бывшие колхозники в виде наемных батраков. Мама родная. Это вот перестройка, вот этот был Черниченко, рассказы эти все рассказывали, стрелянный там какой-то, недострелянный. Значит, и после этих рассказов, вот мы получили феодализм, какой-то вообще, и конечно под феодализм им нужна какая-то база, либеральная тут не годится, и именно они поняли, что им нужна именно черносотенная база, монархическая, черносотенная. Феодализм это есть монархия, да, то есть понятно, что сейчас и в Англии монархия, но это фиктивная монархия, она ни на что не влияет. Декорация. Декорация, да. А им нужна вот такая фундаментальная монархия, настоящая, и они по то, что они делают в экономике. Потому что, а что такое госкорпорация? Если бы не этот, извините за выражение, не хочу материться, Явлинский, мы бы и не узнали о том, что оказывается все деньги там зажимают. То есть это какая-то форма кормления. Вот есть какие-то доверные люди, им на кормление дается какая-то гособхисть. Почему? А что это как не феодализм? То есть мы по... Вот Бердяева была в 30-е годы такая мощная книга «Новое средневековье». Вот реально это новое средневековье, в которое мы погружаемся. И это страшно, потому что на фоне... Ну это происходит на фоне упадка образования, упадка науки. Я вот не хочу даже это углубляться, с этой академией наук. Упадка культуры, упадка искусства, упадка медицины, здоровья, спорта, упадка всего, что только. Системного упадка страны. И если бы было иначе, если бы был какой-то рост, я бы сказал, ну вот очевидно такое время, да, надо вот приспособиться к этому, да, и вот надо как-то терпеть, потому что есть рост. Но рост это нет. Есть только рост единственное чего. Вранья. Вот наш министр Орешкин уже превратился в какого-то клоуна. Вот он каждый день какие-то новые цифры, все смеются, никто не верит. И самое страшное, что произошло вот в эти последние годы, уже никто не верит в российскую статистику. Все понимают, что это завышенные цифры, если это о чем-то хорошем, и заниженные, если это о чем-то плохом. Но не зря же Госкомстат передали в министерство этой экономики. Я говорю, вот именно это мракобесие расцвело пышным цветом на основе вот этого погружения социально-экономической ситуации в стране в Средневековье. Вот они понадобились, вот эти люди, значит, понадобился Ильин, понадобился Солоневич, понадобились вот эти полуфашистские. Ведь наших черносотенцев, не только Пуришкевича и других тоже, их же называли протофашистами, то есть предтечи фашизма. И действительно это так. Ну там обычно обращают внимание, что Пуришкевич внешне имитировал Муссолини, ну Муссолини как бы имитировал Пуришкевича, но Жириновский тоже не хуже Пуришкевича, но какой он фашист. И похож на Муссолини. Да, клоун просто, да. А у них программа была, у черносотенцев наших, именно профашистская, полуфашистская, скажем так. И на самом деле, ведь монархизм и фашизм, они друг друга не отрицают, это не взаимоисключающие вещи. При Муссолини всю дорогу оставался король там какой-то, старичок, и никто его не трогал особо, пока он сам не тронул. И я думаю, что вот на самом деле это все объективный ход развития социально-экономической ситуации в стране. То есть базис и надстройка. Базис диктуют настройки. Да, конечно, не все примитивно, как раньше думали, но и надстройка тоже влияет со своей стороны, там взаимообразно. Но все-таки всегда базис первичный. То есть сейчас не реставрация капитализма, а уже реставрация феодализма движется? Конечно, у нас реальная реставрация феодализма. У нас нету от капитализма ничего хорошего. Судебная система, это лучше не попадать. Это вообще, это каток. Значит, каждый год у нас освобождают по несколько тысяч людей, которые осуждены, ну, ловят настоящего преступника, этого вынуждены освободить. Ну, как это может быть? Ну, во всем мире это одного там в сто лет, находят, говорят, ой, батюшки, вот тебе сто миллионов, только молчи, чтобы мы тебя не видели. У нас это просто, значит, суды не действуют. Ну, это просто, да, выражение об Османный суд, вот он тут рядом. Значит, не действуют никакие демократические нормы. Свобода слова, мы видим, что происходит сейчас с компанией Грудинина, да. Просто полная профанация выборов, полная профанация. Как каждые выборы, скандалы с подсчетами. Ну, назовите мне в Европе страну, где каждые выборы сопровождаются скандалами с подсчетами. В Африке, не знаю, может быть, скорее всего, в Африке тоже это есть. Но этого нет уже в Латинской Америке. Этого нет уже, я не знаю, где, в Азии, да. Ну, в Азии, может быть, это есть, я не знаю, где. Где это может теоретически быть? В Пакистане, да? Ну, больше нигде это. Ну, в Непале. Наверняка в Непале это есть. Потому что в Непале самая сильная партия – это коммунистическая партия. И я думаю, что ни в одной стране мира, вот европейской цивилизованной стране, нет вот этого скатывания вниз везде, худо-бедно. Сейчас уже 3,5% экономического роста. У нас вот этот орешкинский процент, который при ближайшем рассмотрении может оказаться и не процентом, и может оказаться и не плюсом, и черт его знает, что там может оказаться. Понимаете? То есть, вот база экономическая для этого маркобесия. И чтобы дурачить народ, кстати говоря, чтобы электорат под себя подгребать, тоже очень выгодно. При этом, смотрите, тут есть еще и мелкие интересы. Например, вот конкретный интерес есть у какой-то, я не скажу, что все, но вот какой-то группы церковников, которые, очевидно, мечтают вернуть церковную собственность. То, что при этом у нас полстраны без штанов останется, никого не волнует. Вот то, что было изъято в 2017 году, они же сейчас открыто говорят, что это преступный был акт отделения церкви государства, это было преступное. Вот эти все мифы, байки, тут недавно на каком-то был мероприятии, там говорят, вот во время изъятия церковной ценности 50 тысяч человек расстреляло. Откуда взяли? Вот один ученый посчитал по документам, все-все-все, 50 человек по всей стране, но это не расстреляли, а погибли во время беспорядков, были расстреляны несколько по суду, причем в том числе расстреляны были и люди из правоохранительных органов, что интересно. Но есть разница между погибшими 50 человек и 50 тысяч, это же очень большая разница, да? Ну, подумаешь, нули, но это нули-то, какие надо нули? И поэтому я говорю, все это основано на лжи, вот куда ни кинь, всюду одна ложь.